В Минске прошла встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик рассказал об основных темах переговоров. Так, в ближайшее время ожидаются подвижки в освобождении захваченных в плен украинцев. Рамочного документа с описанием руководящих принципов разминирования в Донецкой и Луганской областях. В контексте единого рамочного соглашения участники также предлагают пересмотреть ранее оговорный план по взаимному отводу вооружения из Жирокина. К моменту следующей встречи участники согласились обсудить это рамочное соглашение и определить в этом направлении приоритетные проекты. Представитель ОБСЕ также сообщил, экономическая подгруппа на ближайших встречах будет обсуждать восстановление централизованных систем водоснабжения и электроснабжения на Донбассе, а также выплаты пенсий. В телах жертв крушения Боинга над Донбассом обнаружены фрагменты ракеты комплекса БУК. Таковы результаты предварительного исследования международной группы по расследованию катастрофы. Об этом сообщают голландские СМИ со ссылкой на их руководителя украинской части команды по расследованию Василия Вовка. По его словам, в августе расследование уже установило, что на месте падения самолета были найдены фрагменты, предположительно, ракеты БУКа. Если следствие установит, что речь идет действительно о нем, это может стать еще одним признаком причастности России к катастрофе. Напомним, 13 октября будут готовы предварительные результаты расследования, но их не обнародуют. Китай за месяц потратил больше 43 миллиардов долларов на поддержание юаня. Об этом свидетельствуют данные объемов золотовалютных резервов страны. В начале октября они сократились до 3,5 триллионов долларов. Эксперты отмечают, снижение запасов было ожидаемым после девальвации юаня в августе. В Индонезии, в одном из городов острова Суматра, дети спасаются от дыма и лесных пожаров в офисе губернатора. Власть пускает родителей с малышами в помещение с кондиционером, чтобы те могли нормально дышать. Принимают детей до 4 лет. Можно оставить ребенка на ночь, можно без ночевки. Некоторые родители ночуют с детьми. Здесь безопасно, потому что здесь проводят стерилизации. Воздух чистый, в отличие от того, что снаружи. Мой ребенок кашлял, и я пришла сюда. Теперь с ним все в порядке. Уже два месяца Индонезия страдает от лесных пожаров. Пока власти не удается справиться с огнем. Из-за этого на них сыпятся многочисленные обвинения со стороны соседних стран, которые также страдают от индонезийского дыма. Эти пожары неприродные. Они вызваны тем, что компании выжигают лес, чтобы получить земли под плантацию для производства пальмового масла и древесной целлюлозы. И ежегодно эти процессы выходят из-под контроля. Из-за смога 135 тысяч жителей страны начали страдать респираторными заболеваниями. В соседней Малайзии из-за задымления на два дня закрыли школы. А в Сингапуре пришлось отменить финал Кубка мира по плаванию. Теперь жители этих азиатских стран надеются на сезонные мусонные ливни, которые обычно начинаются в ноябре. Они должны потушить пожары. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова